МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем изучать основы предпринимательства, вам стоит задуматься над вопросом. А хочу, могу, способен ли я стать предпринимателем и основать собственное дело? Вопрос жизненно важный. Требующий особого отношения. Вот несколько причин, по которым люди стремятся открыть собственное дело. Обладание определенными талантами и способностями, которые могут стать основой успешного бизнеса. Желание финансового благополучия. Потребность в творческой самореализации. Потребность в свободе и самостоятельности. Желание заниматься любимым делом. Прежде чем принимать решение об открытии своего бизнеса, предлагаем вам реально оценить свои желания и готовность. Не будет лишним пообщаться с теми людьми, которые уже являются предпринимателями и имеют конкретный практический опыт. Спросите их мнение, узнайте обо всех аспектах введения бизнеса из уст самих бизнесменов. Возможно, услышанное напугает вас или, напротив, подогреет ваше желание и закрепит его. Но если ваше желание основать бизнес связано с временными проблемами, такими как невозможность найти подходящую для себя работу и, как следствие, временные финансовые затруднения, не спешите бросаться в предпринимательство. Предпринимательство требует от человека полной отдачи и высокой концентрации внимания на целях. Оно связано с рисками, но и дает определенные возможности развития и роста. Собственный бизнес – это не развлечение, это каждодневный труд и высокая ответственность не только за себя, но и за тех, кто нас окружает, семью, близких и родных, тех людей, которые работают на нас. Не каждый человек способен сделать этот шаг и перейти из категории наемного работника или человека без работы в категорию собственника в бизнесе. Предприниматель – человек, готовый рисковать и экспериментировать, создавая собственное дело, желающий изменить свою жизнь и готовый много и упорно трудиться. Для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками, личностными характеристиками и высокой мотивацией. Самое простое в этом списке – знания, которые приобретаются в процессе жизни и работы и могут быть почерпнуты из литературы, учебников и других источников информации. Минимальный объем знаний предпринимателя – это знания основ маркетинга и продаж, знания технологий производства, знания основ управления персоналом, знания основ финансового планирования, знания юридических основ предпринимательской деятельности. И это не полный перечень знаний и умений бизнесмена. Объем знаний можно и нужно увеличивать. Учиться, учиться и учиться. Навыки – это способность применять на практике имеющиеся знания. Чем чаще вы будете заниматься чем-либо, тем лучше вы будете делать это с каждым разом. Навыки формируются в процессе практической деятельности. Личностные характеристики – это то, что присуще человеку как индивидууму, отличает одного человека от другого. Это то, что помогает нам в бизнесе или наоборот мешает быть успешными. Как известно, характер человека определяет его поведение. Предпринимательское поведение – это набор лидерских качеств и организаторских способностей. Одним из базовых качеств предпринимателя является уверенность в себе и своих силах. Уверенность человека проявляется и в его поведении. Он умеет доносить до других свои мысли. Он умеет выражать свои чувства и эмоции. Он умеет свою точку зрения. Он дает другим право на другое мнение. Он активен и инициативен. Он настойчив в достижении своих целей. Он самостоятельен в принятии решений. Ведение бизнеса обязывает человека работать над собой, совершенствоваться и развиваться. Но самое главное для предпринимателя – мотивация, или, проще говоря, ваше внутреннее побуждение. Желание изменить жизнь. Желание заниматься собственным делом. Внутренняя уверенность в собственных силах и возможностях. Вы хотите быть независимым? Вы хотите зарабатывать деньги? Вы можете убедить в этом семью? Вы искренне верите в успех. Только в этом случае ваши старания могут увенчаться заслуженным успехом. Высокая мотивация поможет вам в реализации задуманного, невзирая на препятствия и трудности. Помимо всего прочего, предприниматель должен поддерживать не только собственную мотивацию, но и уметь заряжать позитивной энергией окружающих партнеров по бизнесу, подчиненных, клиентам. На вопрос, кто такие успешные предприниматели, авторы известной монографии «Самые быстрорастущие компании США. Взгляд изнутри истории», размышляя о качествах, присущих предпринимателям, дает им следующие определения. У них есть видение или мечта, которую они ежедневно преследуют. Безграничная вера в их продукты или виды услуг. Они постоянно стремятся что-то сделать. Они изобретатели. Упорные и настойчивы. Они нацелены на прибыль. Нацелены на успех. Планируют на несколько лет вперед. Лучше, чем кто-либо знает свою силу и слабости. Не боятся начать все снова. Деньги не являются для них главным и единственным побудительным мотивом. Они все делают сами. Они понимают значение тонких изменений, их влияние на успех в бизнесе. Они хотят расти. Понимают главенствующую роль потребителя. Не думают, что идут на большой риск. Они практичны. Они просят то, что действительно хотят. Они очень чувствительны к рынку. Их трудно запугать. Они готовы делиться. Настоящий предприниматель – это человек, стремящийся к успеху. Успех – это удача в достижении какой-либо цели, общественное признание за высокие результаты в работе. Предпринимательский успех достигается за счет влияния нескольких факторов. Удача или везение. Оказался в нужное время в нужном месте. Не упустил шансы. Активный поиск методом проб и ошибок. Перебор разных вариантов. Компетентный расчет и выбор оптимального варианта. Использование собственного ресурса. Знаний, умений, навыков и личностных характеристик. Высокая мотивация. Желание достичь тех целей, которые человек ставит перед собой. Несомненно, очень важным фактором успеха является самомотивация. Желание человека развиваться, внутренняя сила, двигающая его по направлению к цели. Сила мотивации определяет скорость движения к цели. Мотивация предпринимателя зависит прежде всего от него самого. Умение поддерживать в себе оптимистический настрой, Умение видеть завтрашний день и влиять на него сегодня – это великое мастерство. Ваш оптимизм будет напрямую влиять на результаты вашей деятельности. Будьте бодрее и веселее. Старайтесь мыслить стратегически, видеть будущее, прогнозировать и планировать его. Позитивный настрой – залог успеха. Юмор должен стать вашим обязательным спутником. Любые переговоры или продажи всегда будут успешнее, если есть улыбки, смех и шутки. Но помните, вы не должны быть смешным, вы должны быть легким и веселым. Очень важно помнить, что успех зависит не только от вас, но и от вашего окружения. Поддержка семьи, друзей и близких окрыляет и дает силы для преодоления любых сложностей. Благосостояние и благополучие семьи – одна из главных целей предпринимателя. Предпринимательская прибыль – особый вид дохода, вознаграждение за предприимчивость, специфическую творческую активность и новаторство в сфере частного бизнеса, которое проявляется в реализации новых идей, технических и организационных нововведений, приносящих коммерческий успех. Погоня за прибылью заставляет предпринимателей рисковать своим капиталом, нанимать работников и закупать все необходимое для производства товаров и оказания услуг. Прибыль также является мощным стимулом. Получение прибыли, однако, не является единственной причиной, побуждающей людей заняться бизнесом. Стимулами к началу собственного дела могут быть также стремление к личной независимости и возможности исполнить любимую работу в удобное для себя время, желание раскрыть свои способности или продолжить семейные традиции. На пути предпринимателя его ждет не только успех и признание, но и определенные трудности. Трудности с деньгами. Бизнес требует постоянных вложений, и запланированная прибыль может не быть такой большой, как вы предполагали. Поэтому крайне важно рассчитать все возможные затраты, связанные с собственным производством. Трудности со временем. Возможно, что на первых порах становления вашего бизнеса вам придется работать сверхурочно и без выходных. Вам необходимо запастись терпением и научиться планировать свое время. Стресс, изменение привычного образа жизни, изменение окружения и высокое напряжение, связанное с организацией собственного бизнеса, могут на какое-то время вызвать у вас тревогу и беспокойство. Но поверьте, что каждому человеку, имеющему свое дело, пришлось это пережить. Вы не одиноки. А стресс – явление временное и проходящее. Пережив все трудности, в награду вы получите то, ради чего люди бросаются в океан риска и неопределенности. Самостоятельность и независимость. Возможность управлять и принимать решения. Чувство гордости за конечный результат. Этапы создания собственного бизнеса. Что нужно для того, чтобы начать свое дело? Первое. Оценка собственных сил и возможностей. Второе. Формирование бизнес-идеи. Третье. Составление технико-экономического обоснования бизнес-плана будущего бизнеса. Четвертое. Решение о создании собственного бизнеса. Пятое. Выбор формы собственности. Шестое. Юридическая регистрация. Прежде чем принять решение, подумайте, насколько вы сами верите в успех своего будущего предприятия. Потому что собственный бизнес – это не развлечение, это работа, требующая от человека полной отдачи. Если у вас есть желание, мотивация, вы уверены в себе и готовы влиться в многочисленную армию предпринимателей, принимайтесь за создание ТЭО – технико-экономического обоснования своего бизнеса. Не торопитесь. Просчитайте все возможные перспективы и риски, связанные с собственным делом. Это обоснование необходимо прежде всего вам самому. Возможно, при его составлении вы получите и не самую радужную картину бизнеса, но будете понимать, с какими трудностями вам придется столкнуться на пути к успеху. Описание будущего бизнеса помогает более основательно подойти к своей будущей предпринимательской деятельности. Для ТЭО-бизнеса необходимо составить один из главных документов предпринимательства – бизнес-план, включающий в себя бизнес-идею, маркетинговый план, финансовый план и план по персоналу. На этом этапе также крайне важно определить, какой стартовый капитал вам понадобится для осуществления своей мечты – открытия собственного бизнеса. Удачи, настойчивости и благополучия вам, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова